Продолжение следует... Сегодня у нас 1 июня, день защиты детей, и как обычно по воскресеньям в 17.00 в эфире всеми любимые передачи «Точка отсчета». Сегодня у нас в гостях очередной уникум, у нас простых гостей не бывает. Опять же человек-оркестр, писатель-фантаст, юморист, сценарист, поэт-песенник и, не побоюсь этого слова, главный специалист по базару в темное время суток, Александр Баффилов. Здравствуйте. Ну, в преддверии такой замечательной даты, как день защиты детей, первый вопрос к нашему сегодняшнему гостю. Саша, я знаю, ты участвовал в написании детских книжек. Давай тогда, раз уж у нас такая тема сегодня. Начнем с этого. Да, был такой эпизод в моей биографии. В свое время мы с моим постоянным соавтором Игорем Ткаченко написали несколько детских книжек. Это было еще, когда мы жили в Новосибирске и работали в Институте ядерной физики, программистами. Поэтому детские книжки в ядерной физике это сильно, да? Да, да, мы всегда рассказываем, что под теплым боком ускорителя очень хорошо сочиняется фантастика. Вот, и будучи программистами мы написали, Ткаченко начал, он написал книжку «Сережка Вовка Зина и вычислительная машина». Было очень популярно в то время писать такие научно-популярные. Потом мы написали книжечку «Программирование для мушкетеров». Тогда еще, собственно, никакого понятия фэнтези в стране, собственно говоря, не было практически. Даже Толкина не знали. А какой это год был? А это был год 88, что ли, типа такой. Вот. Ну, в каких-то самопальных перепечатках, конечно, западная фантастика и фэнтези уже была. Ну, в продаже трудно было что-нибудь такое найти. Поэтому книжечка имела успех. И потом она была переиздана в издательстве «Молодая гвардия». И мы до сих пор получаем какие-то отзывы от людей, которые давно уже выросли, состарились и подходят к нам на каком-нибудь конвенте. Седой дедушка и говорит, я вырос на ваших книгах. Недавно Ткаченко получил письмо из Японии. Там какие-то наши специалисты работают, автоматизируют японскую промышленность. И говорят, что программированию они научились. В общем, вместе с Зиной. Вместе с Зиной и ее вычислительной машиной. Так что, в общем, насчет японской экономики возникают сомнения. Сначала было положено фактически 20 лет назад. В 88-м году. Ну, практически да. Но с тех пор у вас, Саша, вышло несколько фантастических книг, несколько повестей, о которых мы чуть позже поговорим. Что, собственно, сподвигло поменять эту направленность детской фантастики непосредственно к научной и даже к такой, я бы сказал, своего рода мистическому фантастическому триллеру. Ну, я бы не сказал, что это изменение, потому что я бы сейчас с удовольствием написал какую-нибудь детскую книжку, если бы это было достаточно востребовано. Хотя, в общем, надо сказать, что один такой проект есть и даже уже изданный, но мы, возможно, о нем чуть позже поговорим. А взрослую фантастику я и Ткаченко и мы вместе писали всегда. И с этого и начинали. То есть мы пришли в свое время в Клуб любителей фантастики в городе Новосибирске. Руководил им Михаил Петрович Михеев, старейший фантаст, которого, может быть, многие знают по книгам, которая ждет. Вот, тайна белого пятна, в общем, такой живой классик был уже тогда, хотя жил в Новосибирске. Вот, и мы с какими-то своими первыми рассказиками пришли в Клуб. И с тех пор, в общем, как-то получили поддержку, стали писать фантастику достаточно активно, несмотря на то, что жизнь бросала нас по разным профессиям, по разным городам. Таким апофеозом вот этого вашего совместного творчества можно назвать, наверное, повесть «Красный гигант», которая вот буквально на днях, там, две-три недели назад на международной конференции Еврокон получила мемориальную премию имени Кира Баучева за гуманизм. Можно поподробнее, что это за тексты и, собственно, сколько там гуманизма? И сколько там гуманизма. Да, в общем, за счет гуманизма я даже, честно говоря, затрудняюсь вам ответить. Но тут виднее читателей. Если люди проголосовали за то, что эта повесть отличается гуманистической направленностью, значит, видимо, так оно и есть. Нам же хотелось скорее пошалить. Эта повесть достаточно веселая, шутливая, написана языком, ну, тоже, в общем, достаточно фривольным. А повествует она о том, как в свое время белогвардейцы, прижатые к Черному морю в Крыму, неожиданно спаслись. Но спаслись не с помощью там кораблей, которые пришли из Турции и увезли в Константинополь, а спаслись с помощью там большого количества космических кораблей, спрятанных в пещере под Карадагом. А бравые, значит, красноармейцы нашли эту пещеру, где еще много было таких же космических кораблей, и пустились за ними в погоню. И гражданская война, в общем, продолжилась в космосе. В общем, Пол Андерсон с крестовым походом отдыхает. Да, к нашему счастью, мы не читали тогда Пол Андерсон и написали, в общем, все это как-то по своему собственному побуждению. Но так по изложению особого гуманизма не чувствуется. Белые убегают, красные за ними догоняют. Красные догоняют, да, в общем, до кого дотянется, тот того пытается. Но хотя надо сказать, что вот такой, как бы, злобный кровище убийства массового, расстрелов и прочих террористических актов там действительно нет. Повесть все равно получилась веселая. Видимо, это и оценили, и спасибо. Кончилось все хорошо, я надеюсь. Да, в общем... Помнится, там все вернулось на свои места в итоге. Да, дело в том, что там ввязался некий парадокс времени, благодаря которому можно было там переиграть обстоятельства и сделать так, чтобы все кончилось хорошо. Саша, у нас на форуме при подготовке к этой передаче читатели задавали вопросы, в том числе прозвучал вопрос, для меня, в общем, несколько сложный в изложении. Наверное, там кроются какие-то тайны, о которых я не знаю. Там спрашивал нас читатель о грядущем релизе «Красного гиганта» некой фулг-версии. Чем она отличается от стартовой? Стартовая, если мне память не изменяет, появилась в «Если», да? В журнале «Если»? Да, да. Повесть была опубликована в журнале «Если» номер 10 2007 год, если я не ошибаюсь. Но, естественно, по условиям журнала она не могла быть напечатана в полном своем виде. Она составляет что-то там семь с половиной листов сейчас. А они могли напечатать только пять, так что, в общем, нам пришлось как-то очень сжато сделать такой вариант экспрессивный более. Вот. С другой стороны, потом, когда брали эту повесть в сборник «Фантастика» 2008… Да-да, «Русская фантастика» 2008. Издать в твоей экспо. Да, ее тоже нельзя было целиком поместить, потому что получилось бы семь с половиной листов этой повести, а остальное там слишком мало места для людей остальных. Поэтому она тоже пошла в сокращенном варианте. И теперь печатать ее отдельно в таком объеме смысла нет. Чтобы напечатать ее отдельной книгой, она должна быть все-таки больше и представлять собой роман. Поэтому вот сейчас перед нами стоит задача, медленно, но верно решаемая нами. Мы превращаем эту повесть в роман. Ну, вот читатель спросил нас об этой самой Фук-версии. А насколько я знаю, там существует еще какое-то продолжение этой идеи? То есть в этом же мире какие-то приключения или нет? Это будет просто расширение текста до размера романа? Приключения, да. Не за счет внутренних монологов героев, естественно. А да, будут новые приключения, будет некое продолжение, будет, наверное, другое завершение. Потому что, чтобы сделать... И больше гуманизма. И еще больше гуманизма. На следующий год еще одну поминальную премию. Ну, а зачем отказываться от традиции, которая хорошо началась? Что касается гуманизма, конечно, действительно читателям виднее, но одна из книжек, которая, наверное, наиболее известна любителям фантастики своего творчества, это такой составной, что ли, роман, тяжело его назвать каким-то более интересным словом, «Академин городок». И, в общем, очень тяжело сказать, что в нем есть гуманизм, в нем, скорее, больше антигуманизм, он такой довольно мрачный. Откуда родилась вообще вот эта идея такого вот... Ну, это явно из Новосибирска, да, такой научный городок, академин городок? Да, местом действия является некий Академгородок, видимо, да, где происходит то, что могло происходить, собственно говоря, в любом городе и в любом городке. А откуда мрачная, мистическая и такая, как бы это сказать, неоптимистическая направленность этой книги? С гуманизмом там тоже. Да, дело в том, что тут скорее ирония. Это некая ирония над самонадеятельностью человека, потому что вот в наше время человек часто попадает в такие условия жизни, что очень многого вокруг себя может не замечать. Имеет право не обращать внимания там на войны, которые идут далеко от него, на всевозможные стихийные и другие бедствия. И некоторые от этого успокаиваются, становятся, считают, что, в общем, ничего с ними никогда не случится. И вот это иногда немножко даже раздражает. И хочется показать человеку, что в любой момент ты можешь попасть в ситуацию, которая все, что ты нажил за это время, все, чем ты себя считал, вдруг в один момент уничтожит. И ты окажешься, в общем, перед пустым корытом и должен будешь понять, из чего, собственно, ты состоишь, если отобрать у тебя твою машину, квартиру, зарплату и, в общем, все такое. И именно вот об этом рассказывают все вот эти новеллы, как мне кажется. Почему я не написал о войне, например, о голоде, о каком-нибудь стихийном бедствии? Потому что, собственно говоря, не так важно, что является причиной того, что человек перестает пользоваться всеми благами цивилизации. А почему бы, подумал я, это не была некая необъяснимая причина, может быть, даже и мистическая. Есть там некая формула мистическая о том, что между человечеством и потусторонней силой происходит, собственно говоря, борьба. Если никто из людей не будет верить в потустороннюю силу, то окажется, что ее действительно не существует. Поэтому ее задачей является доказать, что она существует и таким образом перетащить одеяло на себя и, в конце концов, победить. По старому афоризму он как раз наоборот, да? Что главной победой одеялова является то, что он убедил людей, что она не существует. А ты, значит, решил осмотреть проблему с другой стороны? Да, да. Там даже чуть шире взято. То есть есть теория, по которой Вселенная заранее не знает, какой она структуры, каких свойств и какая там физика, химия и все остальное. Но она подстраивается под теории, которые выдвигает человечество. Как только мы понимаем, как выглядят соседние галактики, соседние галактики становятся такими. Начинают выглядеть именно так. Как только мы проникаем вглубь атома, атом понимает теперь уже, как выглядит атом и какая у него глубь. Да, догадался. Одной из самых мрачных, наверное, безысходных новелл в этой книжке является рассказ «Дом на холме». Недавно мы озвучили, не люблю это слово, начитали его в аудиопостановках модели для сборки. И, в общем, текст вызвал достаточно широкий ажиотаж среди любителей программы. Насколько я знаю, тебе даже приходили отзывы. Да, да. И вам большое спасибо за это, потому что действительно очень живое обсуждение. Тут вопрос тоже от нашего читателя, был задан на форуме. Насколько идеология этого рассказа «Дом на холме», насколько тебе она плеска? То есть ты сам представлял, был ли в похожей ситуации безысходности, абсолютной безнадёги? Или это ты продолжение той же идеи, что человек оказался в ситуации, когда он ничего не значит, все его заслуги ничего не значат, абсолютно полное разрушение мира? Трудно сказать. Сейчас нужно вспомнить случай, когда я сам попал в такую ситуацию. Наверное, в именно такую ситуацию не попадал. Но у человека всегда есть потребность высказаться о том, чего он больше всего боится. В литературе это очень часто бывает. Чего больше всего хочет и чего больше всего боится. Вот, собственно говоря, две основополагающие темы литературы. О которых любой писатель всегда, собственно говоря, и пишет. В первую очередь фантаст. Потому что он может экстраполировать будущее. А фантаст, да, при этом не сдержан в средствах, да, никак не ограничен в средствах. И он может написать о чем угодно, любую обстановку создать и выразить все свои даже подспудные фрейдистские страхи в виде того, что происходит с его героями. Причем это довольно, на самом деле, сложная зависимость. Нельзя сказать, что это только в мистической, фантастической литературе такой прием используется. На самом деле, вот часто многие удивляются, почему это писатель-юморист вдруг написал такую мистическую, мрачную книгу. А я вам скажу, что юмор, на самом деле, построен по тем же самым законам. Ситуация словами юмориста превращается в... Я прошу прощения, видно меня, да? Да, так вот, юморист формулирует ситуацию так, чтобы неожиданно произошло что-то совершенно для человека... Ну, как бы это сказать-то? То, к чему он не готов. То, к чему он не готов. Самое страшное, если мы вспомним любой анекдот, то мы-то с вами смеемся, а если представить, что при этом происходит с героем анекдота, то он-то попадает в самую страшную ситуацию. Принцип банановой кожуры. Кто-то хоть скользнулся, ударился, а мы все хохотим. Да, и именно вот на этом принципе реализации самого страшного ожидания, в общем, основан даже юмор, не только мистическая литература. По-моему, так. Раз уж мы заговорили о юморе, отличемся немножко от мрачных фантастических книг и от теории глобального апокалипсиса, и вспомним о том, что ты действительно очень много работал на юморной стезе, на фабрике юмора. На фабрике. Ты написал ни один, ни два, ни десять, наверное, сценарий для достаточно популярной в свое время, да и сейчас, в общем, многие про нее помнят, многие смотрят, качают передачи ОСП-студия. Расскажи, пожалуйста, об этом опыте, как все это происходило, как вот ты впервые попробовал себя в этом, и, собственно, насколько участие в таком проекте дало тебе какой-то дополнительный опыт, как автору. Да, на самом деле началось все с того, что все мы в молодости играли в КВН. Команда КВН Новосибирского государственного университета была достаточно известная, трижды становилась чемпионом. Нам это все очень нравилось, приезжать в Москву, играть здесь в КВН, звездить на телевидении, потом ездить с концертами, показывать какие-то номера. И через некоторое время выяснилось, что все главные участники команды, по крайней мере, актеры, они ангажированы в Москве на телевидении для разных проектов. В то время возник проект «Раз в неделю», который вырос из нашей же новосибирской передачи «Раз в год». И поэтому многие КВН-щики переехали в Москву, не только новосибирские, белорусские, екатеринбургские, все стали работать здесь. Естественно, понадобились и авторы. И, собственно, меня притащил Бочарик в Москву. Я сидел там в Новосибирске, что-то такое писал, а он сказал, «Все, мы едем работать на телевидении, ты приезжай и будем трудиться здесь». Вот, когда я приехал, организовалась передача ОСП-студия. И, в общем, тоже достаточно успешно наши новосибирцы, там Таня Лазарева, Бочарик, ленинградец Миша Шац, из Москвы были, там Вася Антонов, Павел Кабанов, который Клара Захаровна. Вот, и сколотилась достаточно такая крепкая, актерская, прежде всего, команда, у которой было некоторое количество авторов. Леонид Каганов начинал, вообще говоря, все, что он писал, начинал писать для ОСП-студии, скорее всего. Вот. Были еще другие авторы, юмористы, которые работали там в журнале «Красная бурда» в Екатеринбурге. Ну, и я во мере сил. И как долго продолжалось это сотрудничество? Это сотрудничество, оно как-то так перманентно, с перерывами, и, в общем, оно и до сих пор не закончилось, потому что и сейчас еще есть передача «Хорошие шутки», там, что-то нужно писать, потом есть разные разветвления, многочисленные, и, например, с Сашей Кушным мы все время пишем для разнообразных передач тоже юмористического, веселого какого-нибудь жанра песни. То есть проторенную тропинку юмориста ты не забросил? Нет, слава богу, не забросил. Ну, раз уж мы вспомнили Лео Каганова, опять же, нужно обратиться к вопросу, заданному на форуме журнал «Мил фантастики». В общем, этот вопрос мы уже в конце осени, в начале зимы, когда Лео был у нас в гостях, моему адресовали, ну и тебе тоже придется отдуваться. Первый российский 3D-анимационный мультфильм «Крокодук», который, ну, действительно, уже несколько лет таким образом позиционируется, однако, никто его до сих пор так и не видел. Так и не видел. Когда? Дело в том, что тут нужно еще уточнить формулировку. Где? Первый российский 3D-анимационный полнометражный. Вот, и потому что, естественно, 3D-мультфильмов было достаточно много уже сделано. Я боюсь, что с тех пор полнометражных уже, в общем, не было. Сейчас уже, видимо, да, есть уже какие-то полнометражные. А с «Крокодуком», да, все непросто. Очень это долгое дело, как оказалось, рисовать 3D-мультфильм, тем более полнометражный. И пока рисуется там утвержденный проект, выясняется, что время прошло, годы прошли. Анимация поменялась. Анимация поменялась, и уже требования другие, уже и по рисунку там, и по движению нужно что-то другое внедрять. Ну, и сценарий тоже на самом деле, как бы, вот мы, то, что было там 6 лет назад, уже сегодня читается по-другому, уже лицам, которые принимают решения, хочется, чтобы сценарий был посовременнее. Ну, и вот весь этот проект, в общем, загнали в такую... Такая сказка о белом бычке, получается. Сказку о белом бычке, да, потому что никто никак не может поставить точку. Хочется доделать то, хочется доделать это, потом кончаются деньги, потом деньги появляются, опять хочется доделать то, доделать это. И история эта до сих пор не окончена. Периодически нам делают предложение что-то там дописать, но мы еще не успеваем закатать рукава, как уже не делают предложение. Подождите, деньги закончились, сейчас сидите. И чем это кончится, я, честно говоря, не знаю. А вот Леонид Каганов сегодня у себя на сайте написал подробный отчет об истории Гроготука. Ну, честно сказать, Лео был более пессимистичен, чем ты, так что, надеюсь, все-таки мы немножко вселили в сердца поклонников. Лео достали, потому что я с самого начала довольно так прохладно относился к идее, говорил, что вот они сейчас будут там рисовать. Люди, которые взялись за это в то время еще не имели опыта создания фильмов, они там занимались рекламой. Ну, по крайней мере, надежду мы сегодня дали, хоть немножко. Надеюсь, все это действительно будет когда-то реализовано, и мы действительно увидим наконец то, что в свое время называлось первым российским 3D-анимационным полнометражным мультфильмом. Все-таки у нас передача фантастическая, заявленная мы как передача, которая вещает о проблемах фантастики, пытается ее решить, поэтому сильно в юмор удаляться не будем, а соединим эти два тезиса юмор и фантастику. И, естественно, первое, что в данном случае приходит на ум, это твой перевод знаменитого фильма «Ночной дозор» по книжке Сергея Лукьяненко «Пресловутый ночной базар». Расскажи, пожалуйста, как этот проект был реализован, кто вообще кинул идею, кто первый впадал в эту мысль, и, собственно, на какой основе все это было создано? То есть, изначально хотели создать какую-то складную историю или это просто набор гэгов? Ну, идея принадлежит Сергею Лукьянину, прошу прощения. Он хотел, чтобы мы сделали такую смешную пародию на его фильм, и он сам... Это не совсем его фильм, фильм, наверное, «Бекмамбетова». Фильм «Бекмамбетова». Бекмамбетов главный ценитель этой пародии, ему больше всех она нравится. Он так заразительно смеется, когда смотрит «Ночной базар», что прямо радуешься из-за него, из-за «Ночной базар». Сергей предложил, собрались люди, был там Дима Байкалов, Леня Каганов, Лас, известный, наверное, зрителям. И мы как-то раз посидели, посмотрели на этот фильм и поняли, что действительно можно сделать смешную его переозвучку, но потом, как это обычно бывает, деньги опять пропали, наступила пауза, а потом все-таки проект состоялся. И мне предложили просто написать этот сценарий, я согласился, причем согласился поначалу неохотно, и чтобы от меня отвязались просто за очень большую сумму по тому времени назвал. Я сказал, хорошо, без проблем, и пришлось сделать. опыт такого рода переозвучек был, конечно, уже. Мы делали это и в КВН, делали это в передаче «Несчастный случай», которая шла по РЕН-ТВ в 1999 и в 2000 годах. Поэтому там особых проблем не было. Тем более, что видеоряд фильма располагает к тому, чтобы пошутить над этим. Иногда там все очень драматично, очень серьезно, и поэтому серьезные лица актеров сами напрашиваются на то, чтобы вложить им в устах какую-нибудь совершенно нелепую, смешную фразу. Кроме того, там ведь есть и свой внутренний юмор в самом «Ночном дозоре». Есть, например, финальный рэп группы «Ума Турман», который пересказывает события всего, собственно говоря, «Ночного дозора», очень коротенько, тоже довольно забавно. И как-то раз у меня возникла идея по принципу домов, которые построил Джек, изложить то же самое, собственно говоря. И так получился вот перед вами Антон Городецкий выглядит так, будто пьет не по-детски. И когда мы делали уже фильм «Ночной базар», я попросил Сашу Пушнова во-первых, предоставить свои всякого рода песни, которые у него тоже очень смешны, и они очень хорошо подходили, на мой взгляд, к событиям «Ночного базара». А кроме того, спеть вот эту мою вот перед вами Антон Городецкий, что он блестяще сделал, получился тоже такой финальный рэп, который, в общем, нужно сказать, до сих пор ходит в сети и пользуется успехом. Никогда ни одна из моих книг не пользовалась таким успехом, как это смешное стихотворение. А что там была за мрачная история с кто-то из телеканалов, по-моему, даже не первый телеканал, в анонсе «Ночного базара» написал, что это «гоблинский» в кавычках перевод, после чего поклонники гоблинских переводов Дмитриевич Пучков очень сильно начали давить и на Укьяненко, и на ОРТ. Собственно, что там за скандал, кто виноват, и чем закончилось? Ну, выпускало, дело в том, что «Ночной базар» выходил сначала на DVD, просто DVD-проект, он выходит в специальном отделении первого канала, которое называется ОРТ-видео. Вот. И я написал сценарий, сдал этот сценарий, получил, значит, свои гонорары, ушел, через два месяца выходит фильм, на коробке написано смешной, там, «гоблинский» в кавычках перевод. Это было очень неприятно и, конечно, было большим сюрпризом. Я там ругался, в общем, с этими людьми, но формально мне сказали так, на коробке написано, текст написал Александр Бочило, меленькими буквочками на другой стороне. А то, что перевод гоблинский, значит, нигде не написано, что это Дмитрий Пучков. Все, отстань, отвяжись. То есть, гоблинский как прилагательное? Как прилагательное, да, то есть, администрация первого канала утверждает, что это понятие такое, гоблинский же не принадлежит Пучкову, а гоблинский это, значит, смешной такой перевод, уродский, скажем так, перевод. Вот. Можно было написать троллевский, гномовский, но так и написали бы, зачем было писать именно гоблинский. Мы все понимаем, зачем. Ну, да, на самом деле, кажется, действительно, очевидно, что это просто должно было поднять продажи этого диска. Но, не знаю, на первом канале утверждают, что это просто там вот люди, занимающиеся оформлением этой самой коробки, просто так вот написали, и никто их не заставлял, и там, Константин Эрнс тут ни при чем, и он такой команды не давал. И чем закончилась вся эта мрачная история? Да, мрачная она не такая мрачная, потому что фильм, да, в общем, достаточно востребован, но он постоянно обсуждается в сети, по крайней мере. Однако, в телевизионных программах, когда этот фильм показывает, та или иная компания, до сих пор пишет. А в телевизионных программах, естественно, пишут гоблинский перевод. Есть совершенно удивительные анонсы, где пишут ознакомиться с юмором знаменитого гоблина Александра Бачила, можно сегодня в 21 час на канале СТС. То есть, ты теперь главный гоблин страны? Гоблин. Страшное дело. опять же, передача у нас только фантастическая, мы постоянно говорим с нашими гостями о новых высоких технологиях, о новых технологиях общения автора с читателями, и стандартный в общем вопрос, особенно для автора не начинающего, как проходят твои отношения с интернетом, используешь ли ты для творчества и насколько он мешает тебе работать? Да, интернет в общем активно как мешает, так и помогает, потому что известная интернет-зависимость, я думаю, присуща всем литераторам, кто работает уже не на пишущей машинке, а на компьютере, наверняка у него есть интернет, наверняка он сидит в живом журнале и довольно много времени тратит на это. Но с другой стороны, интернет это очень удобно, потому что любую информацию, которой тебе не хватает в данный момент, раньше ты должен был идти в библиотеку, а то и в непростую библиотеку, а там получать билет в библиотеку имени Ленина, искать там какой-нибудь очень древний фолиант, с затрудненным доступом, ночью сидеть его листать, своя прелесть, конечно, но сейчас ты можешь просто в гугле или в яндексе набрать требуемый термин, и получить немедленно очень много и достаточно квалифицированных консультаций, потому что тебя интересует, это очень удобно, вот, кроме того, есть возможность вообще говоря, публиковать свои работы в интернете, ведь и Леня Каганов, о котором мы сегодня говорим, он тоже начинал с того, что выкладывал у себя на сайте свои произведения, и знаменитым он стал еще до того, как напечатал первую мишку. однако, когда я готовился к этой передаче, я посмотрел на сайт Бачила.ру и нашел на нем такую белую страничку с надписью, что здесь скоро появится сайт Александра Бачила, то есть у тебя своего представительства в интернете как-то какого сейчас нет. есть именно сайт Бачила.ру просто так совпало, что он именно в эти дни находится на реконструкции и он появится в ближайшие дни. В том числе на форуме нас тоже спрашивали читатели, собственно, когда, где, что, особенно после тех недавних событий, которые, в общем, прокатились волной по живому журналу, когда у тебя взломали твой дневник. Люди не могли получать информацию ни из дневника, теперь не могут из сайта, и некоторые спрашивают, собственно, не продолжение ли это охоты за бачила, ужасными сетевыми хакерами. Это не продолжение охоты за бачила, это скорее попытка обезопаситься. Сайт переводится просто к другому провайдеру и будет более надежно защищен. Живой журнал, я надеюсь, тоже мне удалось защитить понадежнее. А взломы ну, что с них взять с шизофреником? Я считаю, так. Вернемся, опять же, к вопросу наших читателей, тем более, что время у нас потихоньку заканчивается, наша передача, и, естественно, самый стандартный вопрос, который я не могу не задать, ну, и, опять же, читатели его задают очень активно. какие, Саша, у тебя творческие планы? Творческие планы обширные. Если учесть, что мы с Игорем Ткаченко работаем в основном в области киносценариев сейчас, у нас есть несколько проектов, которые еще далеко не закончены, в кино немножко все длиннее происходит, с книгой, например. Ее написал через какое-то время, если ее принимает издательство, она выйдет, читатели смогут ее увидеть, а кино далеко не сразу, как мы знаем из истории с Крокотуком. Но мы стараемся что-то писать и в литературе, вот я сказал, мы уже дописываем Красный Гигант. Есть у нас еще один роман в проекте, которым мы тоже будем заниматься, если позволит, время, останется время от кинопроектов. О кинопроектах я бы тоже мог рассказать, но не буду, потому что продюсеры запрещают об этом говорить. Есть очень интересные, в том числе и фантастические проекты. Ну, хотя бы не раскрывая страшные тайны, хоть общее представление, это можно создать? Да, есть, например, один фильм, в общем, это русская фэнтези, такое героическое, вообще бессмертный, но более, конечно, фэнтезийный, более взрослый, нам кажется, более интересный, чем просто сказка. есть еще один проект, такой более научный, связанный с опытами Тесла, связанный с тайнами Анненербе, с тайнами антарктического фашистского города тайного. Ну, это все по книгам наших авторов, или это чисто сценарий с нуля? Нет, это наши сценарии с нуля. Есть еще один проект, мы готовим экранизацию, в общем, классических наших писателей и фантастов, но об этом уж я точно ничего не скажу. Кроме перечисленных киновещей, насколько я знаю, у вас с Ткаченко еще готовится одно литературное произведение, уж не знаю, повесть, это или роман подходом названием Нечисть. Да, Нечисть, Нечисть это как раз сценарий фильма, и этот фильм сейчас это русская фэнтези, это русская фэнтези, Кащеем Бессмертным. Ну да, это я так в шутку называю Кащеем Бессмертным, главного нашего отрицательного героя. Вот, проект этот в компании Омедиа, он зреет, как-то там движется, будем надеяться, что реализуется, но в общем слухи ходят разные. Сценарий, собственно, готов, но в зависимости от того, кто его будет делать и в каком виде, сценарий может еще меняться, и может он вообще превратится в анимацию, и мы получим еще один трехмерный, я уже со страха смотрю на эти перспективы. А хотя бы какое-то приблизительное время, когда будет выброс информации, мы можем нашим зрителям, читателям пообещать? Ну, практика показывает, что как только что-нибудь пообещаешь, так оно тут же и не случится обязательно, поэтому очень трудно. Ну, в течение года, наверное, что-то... у нас так получается, что последние две-три передачи, вот был у нас Василий Васильевич Головачев, был у нас художник-аниматор Геннадий Тищенко, все обещают какие-то безумные красивые проекты, но никто не может сказать ничего конкретного, никто не может сказать когда. Потому что такая нынче конъюнктура. Мы вот участвовали в хорошем проекте, начинался он, по крайней мере, хорошо, хотя получил родимое пятно русского лоста, и поэтому на него тут же обрушилась критика сетевых любителей Лоста, хотя никакого отношения к Лосту этот проект не имел, никакого там, как писалось в сети самолеты и острова близко нет, да, там приключения людей в этом самом тайге, но а когда собственно говоря неизвестно что происходит и чем это дело закончится в течение длительного сериала, то действительно создается впечатление что это создано по принципу лоста, но я бы сказал что это скорее ведьма из Блэрда ведьма из Блэрда более характерно отличается типом, видом съемки там там тоже все в лесу вот ну хороший проект но будет ли он реализован мы не знаем потому что то что по нему сделано сейчас нам не нравится мы сейчас в этом не участвуем какие-то предварительные съемки тоже показали что все не так просто хотелось бы чтобы он был в общем реализован для этого надо чтобы его поручили бы нам Ткаченко и мы вдвоем написали нормальный сериал я надеюсь что продюсеры проекта нас слушают или посмотрят я надеюсь что не услышат продюсеры проекта и даже не узнают о том что я тут сейчас вам наговорил к сожалению время нашей передачи не бесконечно все когда-нибудь подходит к концу и даже ваша любимая точка отсчета так что мне остается только поблагодарить Александра за то что он пришел сегодня в гости к нам в студию спасибо за неоткрытые тайны огромное количество рассыпанных приманок при этом без обещания когда они взойдут ну все таки я надеюсь что что-то из этого а скорее всего и все будет реализовано я же терплю мы посмотрим новые фильмы благо что фантастические элементы в нашем кино потихонечку сейчас начинает развиваться а мне осталось только попрощаться с вами сказать чтобы вы не теряли контакта еще через неделю и через две как обычно по воскресеньям в пять в эфире будет точка отсчета а сейчас всем удачи до свидания до свидания до свидания